В связи с пожарами Верховный Совет Хакассии и лично Владимир Штыгашев получают массу соболезнований жителям республики из регионов страны. География самая широкая, от юга до востока. Соотечественники готовы помочь не только добрым словом. Например, Алтайский край предлагает строителей, бригады рабочих могут направить Красноярцы, Кузбасс, Чечня, Якутия и другие регионы. Участвует вся страна действительно. Я думаю, даже Южная Осетия, которая сама находится на передовой борьбе, и то готова оказать всяческую помощь в Хакассии. Это непризнанное государство. Я думаю, из Абхазии сейчас придет телеграмма. Чеченская республика активно откликнулась и готова тоже оказать помощь материальную, финансовую, всяческую, вплоть до строителей. Поэтому сейчас надо нам скооренировать всю эту работу. После случившейся трагедии депутаты Верховного Совета уже на следующий день побывали на месте пожаров и пообщались с погорельцами. Председатель комитета по местному самоуправлению Михаил Сарожаков выехал в Бийский и Алтайские районы. Пострадавшие села Краснополе, Дмитриевка и Новая Несейка. Главная задача сегодня – помочь людям именно в это время. Потому что по Алтайскому, по Бийскому району они как-то, ну кто-то по соседям, кто-то куда-то по знакомым, по родственникам вот так вот разместились. Но и все равно у всех вот такое вот негативное печаль – это что делать завтра. Сейчас все понимают – пострадавшие и власть должны объединиться как никогда. Верховный Совет в числе первых организаций начал сбор гуманитарной помощи. И если верхнюю одежду общими усилиями удалось набрать с лихвой, сейчас погорельцам в первую очередь нужны бытовые и хозяйственные вещи, в том числе предметы первой необходимости. Принято решение и уже собрали деньги в виде однодневного заработка, который тоже будет перечислен на специальный счет. И эти деньги пойдут на оказание помощи как раз погорельцам. Это вот первый момент. Второй момент, я бы хотел обратить на него внимание. Очень важно провести точный учет тех, кто пострадал, лишился жилья, лишился какого-то имущества. Может быть, физически сам пострадал. Вот такой учет в любом населенном пункте, в любом районе города должен быть осуществлен. Сначала сзади был огонь, потом к нашим воротам подошел. Горела сильно и даже машина. Машину не могли вытащить оттуда. Огненная стихия оставила больше пяти тысяч человек без жилья и имущества. В республике начал работать штаб по организации восстановительных работ. Одна из главных задач для Верховного Совета – предусмотреть на законодательном уровне механизмы финансирования из федерального центра и в ближайшей перспективе внести изменения в бюджет. Еще один момент, что касается налогов на имущество для погорельцев. Депутаты разрабатывают программу, которая освободит пострадавших от платежей. Речь идет о домостроении, речь идет о земле, на котором стоял дом, речь идет о машин, автомобиле. Машина тоже, знаете, многие являются плательщиками налогов за 2014 год. Поэтому по инициативе наших специалистов был предложен вариант разработать проект, который бы эту категорию выделил и обеспечил в ближайший период времени льготами. Стоит отметить, на ближайшей сессии 29 апреля в повестке депутатов один из ключевых пунктов рассмотреть изменения в бюджет с учетом оказания помощи погорельцам.